Ведро ледяной воды не только перезагрузка всего организма, но и способ показать всем вокруг, какой-то сильный, здоровый и смелый. Небольшая разминка, и они готовы сделать решительный шаг. Все было холодно, мне очень хорошо. Я закалился, и все было очень хорошо. Классно! Мой здоровый! Это то, что у нас закаляется душа. Еще раз, давайте поаплодируем! Я думаю, что будет хорошо, и мы будем всю жизнь здоровыми! Самые маленькие обливаются в первый раз. Для тех, кто постарше, это даже не традиция, а привычка. Участники акции ждут ее целый год. Собираются в выходной день в прекрасном настроении и предвкушении получить заряд бодрости. У нас все спортсмены сильны духом, сильны телом. У нас настоящая самая команда, можно сказать, большая семья. В скверике перед спортивным клубом они выстраиваются в строгой последовательности, чтобы получился флаг России. Этому предшествует кропотливая работа. В тренировочном зале спортсмены занимают места в шеренгах, запоминают свой цвет и порядковый номер в ряду. Ведра тоже пронумерованы. Само обливание, как по сценарию. Они в первую очередь показывают, что есть сильные люди. Потому что облиться с холодной водой, да, это, наверное, сильный человек. У нас по программе клуба, естественно, у нас есть единоборство. Они занимаются единоборствами различными, преимущественно рукопашным боем. Но самое же главное показать, что человек сильный бывает не только снаружи, но и внутри. Процедура, казалось бы, простая. Суть в том, что организм под воздействием перепада температур тренируется противостоять болезням. Улучшается тонус, укрепляется иммунитет. Когда вода в большом количестве попадает на тело, мы испытываем стресс. Активизируются все системы и органы. Усталость снимает как рукой. Для тех, кто сразу целиком обливаться не готов, советую делать это по частям. Вот сейчас на примере руки покажу, что происходит с организмом. Вода ледяная. Сначала сосуды сужаются, рука бледная. Но как только постоишь на морозе, она становится красной. Акцию «Быть здоровым. Это модно» считают хорошей подготовкой к крещенским купаниям. Нырнуть в прорубь спортсмены тоже собираются вместе. А традицию обливаться продолжат в феврале. Следующую акцию запланировали на День защитника Отечества. На ней ждут в два раза больше участников. Федор Казанцев, Вадим Струков, Новости 360. О, Сила!